ДАРКМАСТЕРС Сегодня это видео как раз таки будет о моем клане ДАРКМАСТЕРС. Но прежде чем далее продолжать разговор, мне хотелось бы поделиться с вами одной интересной новостью. Я думаю, что каждый из вас уже заметил, что у нас в деревне теперь нет строителя, он куда-то ушел, и вместо него стоит табличка с высотательным знаком. Самые внимательные из вас наверняка сегодня обнаружили, что теперь улучшение героев, улучшение построек и так далее, все это в деревне происходит не с помощью строителей, как было ранее, а с помощью варваров. Причем варвары, что довольно забавно, ходят с мечами и пытаются как-то это дело улучшать мечами. Однако же сразу возникает вопрос, что будет дальше и что нас ждет еще впереди. И вот такой небольшой спойлер. Сейчас у нас варвар на базе, однако же в дальнейшем каждый определенный период времени, приблизительно недели, будет меняться тот самый персонаж, который у нас занимается улучшением. На текущий момент это варвар, далее это будет гигант, после этого у нас отправится на улучшение ведьма, но и под конец это будет маг. Вот в такой интересной последовательности будут меняться персонажи, которые улучшают нашу деревню вместо строителей, пока строители у нас находятся на отдыхе. И как вы заметили, вместе с появлением варвара на базе пришло событие боевой таран, и соответственно каждый раз, когда будет меняться персонаж, который будет занимать роль строителя, у нас будет появляться новое событие, новый ивент, который нужно будет как раз таки выполнять ограниченное время. Как я уже сказала, это время равно одной неделе, соответственно за 4 недели у нас полностью пройдет весь цикл смены персонажев и, соответственно, смены ивентов. После этого, скорее всего, строитель вернется на базу, но это не точно. Ну а теперь плавно переходя к тематике сегодняшнего видео, мне хотелось бы с вами поделиться одной интересной планировкой, которая у нас в Dark Masters выдержала целых 7 осад. Ее так и не смогли взять на 3 звезды, хотя чем только не пробовали оттачить, и причем, начиная от ТХ-8, мы заканчивая даже ТХ-10. Но в итоге данную базу так и не забрали. Все повторы мы с вами смотреть не будем, потому что 7 атак это довольно много. Как раз таки первая атака вот была от ТХ-9, который, ну можно так сказать, зарашенная восьмерка, поэтому здесь, наверное, нет смысла смотреть атаку от него. Атака от 18 номера тоже была, по сути, армией из ТХ-8, поскольку там оттачили пеками. Но вот 16 номер, который сейчас был на экране, здесь уже более-менее адекватная начальная ТХ-9, и как раз таки с нее мы и начнем. Далее мы пройдем по всему списку вверх, и в итоге закончим атакой от ТХ-10, который также не смог разобрать эту базу. Ну что, поехали. Первая атака у нас будет в стратегии лавалон, герой 10-12 в принципе, начальная ТХ-9, но тем не менее лавы уже второго левела, и в принципе вполне спокойно можно оттачить уже такой армии. Выманиваем клан Кассел, в нем находится дракон, с помощью королевы с ним разбираемся, и после чего уже запускаем в ряд наши шарики вместе с двумя лавами на каждое ПВО. Казалось бы, начало в принципе хорошее, ничего не предвещает слива атаки, но тем не менее это, конечно же, не трешка, как вы уже поняли, исходя из тематики сегодняшнего видео. Закидывают два рейджа, успешно сносят два левых ПВО, но такая проблема, что фен очень сильно сносит шарики, и в итоге они группируются в одну большую кучу, хотя, конечно, было бы гораздо более полезно для них рассредоточиться по всей карте. В итоге дело заканчивается тем, что королева у нас разбивает не только шары, но еще и гончую, и все-таки атака в конце концов рушится, несмотря на то, что под конец атаки осталось целых две гончих королевы со всеми ними разбираются, ну и башня лучниц тут еще тоже помогает. Так что первая атака, ну, как-то не совсем хорошо получилась, хотя изначально ничего не предвещало плохого. Субтитры сделал DimaTorzok Движемся дальше, следующая атака у нас будет также от девяточки, здесь приблизительно такие же герои, чуточку похуже, армия чуть более вкачана, и давайте смотреть, что придумали в этот раз. Здесь уже абсолютно другой микс, у нас в составе 16 валькирий, вторые големы, четвертые вальки, в принципе, все довольно хорошо прокачано, и такую базу, учитывая, что она не фуловая, можно снести такой армии. Заход опять-таки с нижней стороны, для того, чтобы у нас умер клан Кассел, мы, естественно, забрасываем его ядами, и далее королева уже помогает его добить. Бросаем джамп, магами зачищаем полукруг, но зачистка здесь была достаточно неграмотная, очень поспешили с валькириями, и вальки просто уходят за забор. С этого момента атаку можно уже похоронить заживо, потому что ничего хорошего здесь уже не получится. Так как у нас в центре очень слабые герои, они не затащат центр, кроме того, нет еще бойлеров в клан Кассле, чтобы можно было, ну, хоть как-то разбить центр, и поэтому в итоге вальки беспорядочно гуляют по сторонам, ну, и здесь уже понятно, что это точно слив. Движемся дальше. Следующая атака третьим сетом. В составе у нас ведьмы, герои 15-19, и, ну, тут уже, в принципе, по-любому нужно брать с такими героями, и, в принципе, ведьмы сейчас действительно очень хороший актуальный юнит, тем более, что и микс здесь подобран тоже хороший. Заход с нижней и с правой стороны мы запускаем по 3-4 ведьмы, к ним хилочки, и, соответственно, между ними запускаем голема с героями, с магами и бойлеров КК. Все, как обычно, по стандарту, хороший сет, для такой базы, в принципе, хорошая армия, и с помощью нее можно снести, если, конечно, немножечко не крабить. Запускаем всю нашу армию в центр, по флангам у нас расходятся ведьмы, хилки живы, все отлично, с помощью двух джампов мы пропрыгиваем центр, и далее уже вся армия в центре соединяется в одну большую группу. И вот как раз-таки тут наступает тот самый момент, когда атака начинает быть переломной, потому что здесь очень рано бросили рейдж, и в итоге верхние теслы вместе с арбалетами, вместе еще и с королем, зарешали весь наш центр. С рейджем здесь реально очень сильно поспешили, если бы не так рано его бросили, возможно, что-то бы да и получилось, но, к сожалению, для атакующего он поспешил, и в итоге у нас остался центр без армии, и по флангам только ведьмочки, которые, ну, конечно, просто не успели бы забрать всю эту базу, даже если бы выжили. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая атака у нас будет от главы клана оппонента, героя 20-23, фулл армия, и глава, конечно, уже как полководец своего клана отправился в бой, взял тех же самых валькирий, но уже в данном случае, конечно, круг был разорван все-таки грамотно, потому что, ну, глава клана 10-го левла, по идее, должен уметь это делать. Заход также с нижней стороны с помощью квены под хилками. С левого фланга на 9 часов выпускаются боулеры под хилками, и маги расчищают расстояние, которое находится между ними. Далее запускаем бомберов, запускаем короля, и дальше уже запускаем наших валичек, которые, ну, по сути, никуда уже уйти не могут. У нас вылетает клан Кассела, забрасываем на него яд, также забрасываем еще и джам, чтобы валькирии переместились в сектор, где находится ТХ. Ну, вот здесь получилась довольно большая незадача, потому что боулеры под хилками не пошли в левую сторону, они также пошли в центр, где они абсолютно не нужны, и в итоге левый фланг остался абсолютно без армии. Что касается валькирии, при таком сете на такую базу желательно было бы взять второй джам, чтобы пройти в остальные сектора, но здесь не было второго джампа, и в итоге все вальки, которые остались живы, у нас перешли на правую сторону, и впоследствии вообще ушли за забор. Таким образом, с этого момента уже тоже было понятно, что это атака сливная. И, наконец, последняя атака будет ТХ-10, герои 25-25, и как бы с такими героями, даже если у вас войска от ТХ-9, нужно по-любому забирать такую базу, ведь она далеко не холл, и здесь герои, в принципе, слабенькие для девятки. И в этот раз решили также пойти лавалуном, но зайти уже с другой стороны. Запускаем в рядочек шариков также две лавы, плюс еще одна из клан Касла, и по сути эта атака является стетом пенталава. Закидываем яд, яды как раз-таки разбираются с драконом СКК, и в это время мы видим, как два фена очень мастерски сдувают наши шарики, так что они в итоге не уничтожают, ну, практически ничего. У нас ПВО стоят на месте, шаров уже нету, 19%, а чем бить, в принципе, ну, вообще непонятно. И еще одна сливная атака от клана оппонента, и в итоге наша планировка выдержала целых 7 атак, начиная от атак с помощью ТХ-8, где, ну, в принципе, практически нереально забрать 3 звезды, учитывая, что на базе уже есть арбалеты, и восьмерка, ну, как ни крути, просто не справится. Заканчивая атаками от ТХ-10, которые имеют войска от девятки, но при этом довольно хорошие герои 25-25, которые также сливаются на этой планировке. Вот такая интересная база у участника моего клана Dark Masters под ником Монеро, которая, на первый взгляд, ничем не отличается от других, однако же она очень хорошо продумана, и многие армии как раз-таки не могут ее забрать, и, как видите, сливаются попросту на этой планировке. Также хотелось бы сказать огромное спасибо Сане под ником Паразит, участнику нашей Академии Dark Masters Light, за поиск предоставленной информации про строителя. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и, конечно, хороших вам войн. Пока-пока!